Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы. Я Елена Беляева и наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем сегодня. Итак, пережили мы такие сложные времена. Прошли 9 мая, прошло эфирендум в Луганске и в Донецке. И, в общем-то, можно сказать, что не самым плохим образом. То есть могло быть и хуже. Поэтому сейчас рынок немножко находится в ожидании, ждет результатов эфирендума и ждет реакции Путина на результаты этого эфирендума. То есть на те шаги, которые предпринят Россия по поводу этого эфирендума. И, в общем-то, сейчас преобладает такая позитивная точка зрения, что ситуацию на Украине все-таки удастся отрегулировать без военного вмешательства, что было бы очень, конечно, замечательно. Немножко стала меняться ретургика европейских лидеров. То есть они уже не могут, в общем-то, сделать вид, что они не знают того, что происходит на востоке Украины. И вот в этой ситуации появился шанс на такое позитивное и, так скажем, правильное разруливание вот этого конфликта. Поэтому посмотрим, на самом деле, как все это будет. Испортить все можно достаточно быстро и легко в момент. Но вот пока такая преобладает позитивная точка зрения и, скорее всего, будет, пока сохраняться позитив, рынок будет подрастать. То есть пока, скажем так, можно длинные позиции продолжать удерживать и, соответственно, смотреть по графику индекса. То есть, по сути дела, пробой уровня 1380 будет сигналом к более активному входу в длинные позиции. То есть сейчас на индексе ММВБ образовался такой вот диапазончик. То есть нижняя граница 1355 уровень поддержки, верхняя граница уровень 1380-1385. И, соответственно, сейчас индекс ММВБ, скорее всего, предпринят попытку пробития верхней границы. Вот в случае удачного пробоя верхней границы можно будет, соответственно, вот этот пробой воспринимать как сигнал к открытию длинных позиций, более таком активного открытия длинных позиций. То есть посмотрим, как это здесь будет. В принципе, всегда есть и другие варианты, всегда что-то может произойти не совсем ожидаемое. Но вот пока вот в текущий момент, настоящий момент, все-таки позитив преобладает. По отдельным бумагам, какие бумаги выглядят лучше? Во-первых, это банковский сектор, ВТБ, Сбербанк. То есть их в первую очередь рассматриваем как варианты. Значит, в УВТБ цель движения 4,5 копейки. Здесь длинные позиции можно сохранять и надеяться на дальнейшее продвижение цены на более высокие уровни. По Сбербанку также есть подвижки. То есть здесь и по обычному Сбербанку есть тоже перспектива движения вверх. Ну, то есть здесь первая цель – это уровень где-то 82-83 рублей. И там далее уже будут тогда уже появляться более высокие цели при пробое этого уровня. Но ПФ и пока вот выглядят лучше. Здесь уровень сопротивления находится где-то в районе 67-67,5 рублей. Здесь практически уже пробовали на прочность этот уровень. И, соответственно, при пробое будет ускорение. Поэтому ПФ и пока вот выглядят более привлекательно, чем обычка. Так, дальше ГМК Норникель. Мне кажется, пока можно сделать здесь паузу и посмотреть, как ситуация будет развиваться. Пока есть другие варианты более интересные. Все-таки ГМК Норникель достаточно на высоких уровнях находится. Бумага перекуплена и находится вблизи, ну, так скажем, уровня справедливой стоимости. То есть здесь такой недооцененности, которая есть в других бумагах, не наблюдается. Поэтому здесь потенциала роста большого, ну, пока вот в текущий момент нет. Поэтому сейчас вот лучше все-таки выбирать среди бумаг, во-первых, дивидендных, во-вторых, недооцененных. Значит, Газпром, скорее всего, будет интересен при пробое уровня. 137 здесь тоже сопротивление, около него сейчас бумага находится. Если этот уровень будет пробит, то, соответственно, вход в эту бумагу будет оправданным. Дальше, что еще? Ну, Лукойл, я бы сказала, что тоже здесь уровень 1960. Достаточно сильный уровень сопротивления, пока вот до пробоя этого уровня, наверное, открываться здесь не стоит. Но после пробоя, возможно, какие-то варианты появятся. Роснефть пока послабее выглядит. И если выбирать из нефтяных бумаг, то, мне кажется, что Газпром интереснее, чем, скажем, Роснефть. На ВТЭК вот интереснее, чем все остальное. То есть здесь потенциал движения больше, чем в таких бумагах, как Лукойл и Роснефть. Поэтому здесь, если выбирать, то, мне кажется, лучше. Дальше можно посмотреть также на телекомы. МТС можно рассматривать, но здесь пока такие только пробные варианты можно рассматривать, потому что основной сигнал будет после пробоя уровня 275. Мегафон также выглядит неплохо. Здесь тоже есть уровень сопротивления, и этот уровень, при пробое этого уровня тоже, возможно, будет ускорение. Поэтому телекомы весной традиционно вызывают интерес с точки зрения дивидендных выплат. Дальше московскую биржу тоже можно рассматривать как варианты. Здесь, скорее всего, есть еще потенциал движения вверх. Далее, что еще может быть? Солерс, мне кажется, тоже вполне подойдет. Но здесь такая тоже позиция должна быть, так скажем, дивидендная. То есть здесь нужно будет позицию держать уже до лета, где-то в июне отсечка. Так, далее, что еще? Спрашивают, завтра индекс РТС может отскочить вниз? Естественно, может, потому что сегодня на самом деле такая эмоциональная реакция на те результаты и на то, как прошли праздники вообще. То есть, в общем-то, с большой осторожностью закладывались на праздники, ждали какого-то неблагоприятного развития событий. И пока вот сейчас, в данный момент, такое облегчение того, что ничего такого особо страшного не случилось. И завтра вполне возможно, да, могут появиться уже какие-то новые сообщения. То есть опять могут проснуться вот эти вот наши друзья на Западе. Начнут опять угрожать санкциями, опять начнется вот эта песня по поводу того, что Россия должна делать в текущей ситуации, что она не должна делать. И, соответственно, в этой ситуации вполне возможно будет возобновиться и давление на рубль, и, соответственно, давление на рынок. Поэтому все может быть. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем на рынке, поэтому и говорим о том, что ждем выхода из диапазона и по ММВБ, и по индексу РТС. Сейчас тоже самая ситуация. То есть здесь тоже фьючерсный индекс РТС в районе 121,500 находится сопротивление. И вот не факт, что это сопротивление будет пройдено. Поэтому возможно движение до этого сопротивления и с последующим откатом в сторону поддержки 118 тысяч. Поэтому это вполне нормальная ситуация. Пока вот сейчас, так скажем, условий для какого-то стабильного движения на протяжении какого-то времени пока нет. То есть сейчас вообще вот то, что происходит сейчас на рынке, это переходная фаза. То есть вот в течение текущего месяца, в мае, вполне возможно будет закладываться основа для среднесрочного или может быть даже долгосрочного тренда на рынке. И пока есть, так скажем, оба варианта. Поэтому пока вот те какие-то начальные части позиций, которые открываются, они открываются на перспективу с, так скажем, с пониманием того, что вот эта ситуация, условия для которой были созданы сейчас, она вообще может не реализоваться. Поэтому пока вот в текущей ситуации, так скажем, суммируя те плюсы и минусы, которые есть сейчас, можно сказать, что у российского рынка есть вероятность продолжения движения вверх. Но это, возможно, будет происходить не очень просто, потому что пока все проблемы не решены и, скорее всего, они будут решаться еще на протяжении достаточно длительного времени. И поэтому вот в такой переходный период движения будут разносторонние, то есть будет и снижение тоже. Поэтому завтра вполне возможно коррекционное движение, может быть не завтра, может быть в среду, вполне возможно коррекционное движение. И возможно, что по крайней мере 118 тысяч по фьючерсу на индекс РТС мы на этой неделе увидим точно. Вот. Поэтому такого, как бы сказать, скажем так, сигнальный пистолет еще не выстрелил. То есть нет окончательного сигнала на вход в длинные позиции. То есть то, что открывается сейчас, это первые пробные части позиций, которые вполне возможно будут в дальнейшем закрыты, потому как ожидаемое не произошло. Так. То есть единственное, что сейчас выбирать акции лучше всего наиболее сильные акции, недооцененные акции и дивидендные акции. Ну вот еще магнит тоже можно посмотреть. Тоже здесь есть такое в данный момент тоже желание двигаться на более высокие уровни, тоже отрабатывается сопротивление. И тоже возможно будет движение дальше. То есть тоже сильная бумага и тоже можно рассматривать как вариант. Нефть сегодня достаточно благоприятно себя ведет. То есть повышается выше 108,5 долларов за баррель находится нефть. Но скорее всего это, ну так скажем, просто краткосрочная реакция. И на какое-то стабильное повышение нефти я бы в данной ситуации не рассчитывала. Скорее всего уровень 109 будет сопротивлением и скорее всего выше, пока движение не пойдет. То есть будет двигаться пока в диапазоне. Но в принципе текущие уровни вполне позитивные и благоприятные для нашего рынка. Так, и что еще? И рубль-доллар. Вполне ожидаемо рубль ослабляется относительно доллара, но незначительно. То есть пока все в рамках. Пока вот эта тенденция укрепления рубля относительно доллара, если ее рассматривать вот именно в перспективе, она пока сохраняется, то есть пока разворота здесь не было. И пока вот текущее движение, оно ни о чем не говорит на самом деле. То есть уже определение с дальнейшим движением будет тогда, когда будет известна официальная реакция Кремля на референдум. Какие-то будут обозначены дальнейшие пути взаимодействия с этими новоявленными республиками. И соответственно тогда уже будут также оцениваться риски, потому как скорее всего сейчас начнутся различные угрозы по поводу дальнейших санкций и прочего всего, что бывает в таких случаях опять-таки. Поэтому пока вот сейчас, пока вот эти отрицательные новости не дошли, а позитивные новости отыгрываются, пока мы видим позитивную реакцию на данный момент. Но как бы на стабильность этой позитивной реакции рассчитывать пока не приходится. Все-таки вот этот переходный процесс на рынке, он продолжается, пока в нем еще рано ставить точку. Поэтому позиции длинные, пробные открывать можно, но не переигрывать, не открывая слишком больших позиций. Вот такая, скажем так, позиция. Итак, на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до свидания. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok